Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Сегодня мы решили заняться очень важной темой. Дело в том, что эпидемия COVID-19 явно не хочет идти на спад, и это означает, что психиатры в различных регионах нашей страны могут столкнуться с серьезными проблемами. В то же время у московских психиатров такой опыт уже есть, и я думаю, что этот опыт будет вам очень и очень интересен. Итак, как предполагалось оборонять психиатрические больницы Москвы от COVID-19? Ну, во-первых, начиналось все с проходной, так же, как театр начинается с вешалки. Вы обратите внимание, огромный знак стоп, который должен был заставить остановиться этот самый коронавирус. Ну, и кроме всего прочего, вы видите, что на проходной измеряют температуру с помощью специального датчика, и пропускают только тех людей на машинах, у которых этой температуры нет. Если вы проходите за ворота, то возникает следующая, вторая линия обороны, которая основана, вы видите, на цветастых ленточках. Эти цветастые ленточки развиваются на ветру, и надо вам сказать, что очень многие руководители в Москве, я имею в виду не только медицинских служб, очень рассчитывали на эти цветастые ленточки. Следующее событие, которое проходило, если все-таки вирус мог войти в пределы психиатрической больницы. Вы видите, что люди, сейчас я вам покажу ролик, направляются в сторону клуба, это первая психиатрическая клиническая больница Москвы имени Алексеева, вот они направляются в сторону клуба этой больницы. Зачем? Потому что там пункт приема передач для больных. Вы видите, у них измеряется температура, вы видите, что создаются очереди, очереди вообще характерны для борьбы с COVID-19. Видите, что эти очереди, вообще скопление людей состоит еще и из больных. Обратите внимание на портрет, мелькнул портрет президента. Ну и, наконец, больные, так сказать, родственники больных не допускались в отделение. Они должны были общаться с врачами через, посредством компьютера, вот из этой большой светлой комнаты, которая находится в клубе. Таким образом, у нас с вами вырисовывается три линии обороны. Вы обратите внимание на название этого слайда. План обороны ПКБ номер один от COVID-19 главного психиатра Москвы господина Костюка. Почему мы считаем, что этот план господина Костюка? Потому что он не только главный психиатр Москвы, но он еще главный врач этой самой ПКБ номер один имени Алексеева. Если мы суммируем то, что мы с вами увидели, три эшелонированных линии обороны. Первая оборона проходная, вы помните знак стопа измерения температуры. Вторая линия обороны цветастые ленточки, развивающиеся на ветру. И третья линия обороны это скопление людей в клубе. Надо вам сказать, вы видите, что решительным ударом COVID-19 прорвался в пределы психиатрической больницы. Почему это произошло? Почему вот эти мощные эшелонированные линии обороны не сработали? Надо вам сказать, что многие до сих пор думают, что основное проявление COVID-19, самое часто встречающееся, это температура. Это не так. Последние данные говорят о том, что на самом деле более частым симптомом является головная боль и потеря обоняния. Вы видите, встречается гораздо чаще, чем температура. Поэтому, может быть, перед входом в психиатрическую больницу не нужно измерять температуру, а нужно давать входящему нюхать две пробирки. В одной из которых будет спирт, а в другой вода. И если он может различить, где находится спирт, то это, конечно, свидетельствует в пользу того, что у него нет потери обоняния. Соответственно, он может проходить дальше. Почему еще не сработала линия обороны? Дело в том, что вирус, ну, сейчас идут споры, является ли вирус живым существом. Ну, одни считают, что он и живое существо, другие говорят, нет, это мертвое. Но, честно говоря, я не знаю, как я не вирусолог, не могу вам ничего по этому поводу сказать. Но одно я знаю точно. У вируса нет глаз. Поэтому он не обращает внимания ни на правила дорожного движения, ни на любые знаки, которые вы повесите на проходной. Это все бесполезно. Хотел бы обратить ваше внимание, что по нашему опыту вирус не является волком. Это волк боится зайти за флажки вот эти вот цветастые. COVID-19 за флажки может заходить совершенно спокойно. Ну и, наконец, собирать очереди и группы людей в пределах психиатрической больницы, это, конечно, занятие абсолютно пустое. Весь московский опыт, это вот очередь, которая создалась 15 апреля, когда ввели эти самые пресловутые пропуска. Весь московский опыт говорит о том, что собирать людей во время эпидемии вместе, чтобы они там гучковались, по какому-либо поводу, там, неважно, побеседовать с врачом или там передать передачу, это бессмысленная вещь. Это кончается только ростом заболеваемости. Ну и еще, что я бы хотел сказать, я не знаю, заметили ли вы портрет президента, отраженный в компьютере, но на самом деле нет никаких данных, которые бы говорили о том, что портреты кого-либо президента, мэра, Махатмы Ганди, неважно кого, чтобы они могли как-то подействовать на эпидемическую ситуацию. То есть любые портреты, которые вы развесите в комнатах свиданий, они абсолютно бессмысленны. Итак, COVID-19 прорвался в психиатрическую больницу имени Алексеева и фактически стал окружать административный корпус, где находится резиденция главного врача. То есть мне, если вы посмотрите на карту, эта ситуация очень напоминает пленение фельдмаршала Паулюса, который был блокирован Красной Армией в подвале универмага в самом центре Сталинграда. Ну вот, довольно-довольно тяжелая ситуация. И надо вам сказать, что вот на эту тяжелую ситуацию я бы хотел, чтобы вы были к этому готовы. То есть, представляете, у вас в психиатрической больнице сложилась тяжелая ситуация, а на вас же еще начинают писать сотрудники. То есть сотрудники психиатрической больницы стали писать жалобы на то, что в отделениях больные, что они сами стали болеть, что нет средств защиты. И тут же в дело вступили всякие щелкоперы, которые начали постить эти заявления, которые начали снимать на эту тему ролики. То есть очень и очень тяжелая обстановка. Что делает главный врач? Главный врач делает, на мой взгляд, совершенно блестящий маневр, который называется... Я даже думаю, что ему можно сказать, присвоить название маневр Костюка. Он бьет по собственным тылам. Вы меня спросите, а зачем это все нужно бить по собственным тылам? Сейчас я вам все расскажу, и вы поймете, насколько действительно этот удивительный блестящий маневр. Дело в том, что в психиатрической больнице имени Алексеева длительное время, поскольку койки все время урезались, урезались, урезались в ходе реформ, их становилось все меньше и меньше, фактически стоял полупустой корпус. В этом полупустом корпусе вообще не было никаких пациентов. Там находилась малопонятная лаборатория научного центра психического здоровья. Чем-то она занималась, вы меня извините, я, честно говоря, не знаю. Еще там находилась редакция журнала неврологии и психиатрии. И вот господин Костюк принял абсолютно правильное решение выгнать оттуда всех этих, с позволения сказать, арендаторов. И сделать там местоположение, то есть изолятор фактически, для больных COVID-19. И надо вам сказать, если вы думаете, что это как бы совершенно простое и ясное решение, но на самом деле оно далось явно не без труда. Почему не без труда? Ученые тут же, от которых выселяли, они тут же подняли вой в прессе. Как же саботаж? Лабораторию центра психического здоровья выселяют ради создания COVID-городка. Да, но надо вам сказать, я не знаю, какие аргументы нашел господин Костюк для того, чтобы парировать все эти, ну, не понимал и понятные высказывания. Но я бы хотел напомнить очень и очень важную вещь. Дело в том, что если мы посмотрим на этих самих ученых из научного центра психического здоровья, то сами-то они ведь тоже хороши. Вот, например, длительное время, это было еще за 10 лет до появления COVID-19, есть там лаборатория психофармакологии, была в структуре, она и сейчас есть в структуре научного центра психического здоровья. Так вот, эту лабораторию выселили в морг. И, как вы понимаете, никто никаких постов не делал и никаких видосов по этому поводу не снимал. То есть, я бы хотел сказать, что вой ученых, это, в общем, не очень важная вещь. Но самое важное, вот почему все-таки этот маневр блестящий, я бы даже назвал это маневр гениальным. То есть, создать внутри психиатрической больницы отдельный корпус в виде такого COVID-городка. Дело в том, что длительное время господину Костюку приходилось заниматься совершенно другим. То есть, все время уменьшалось количество психиатрических коек и закрывались больницы. А теперь представьте себе, что это такое. Вот в обстановке, когда нужно быстро собраться, когда на тебя наступают и твою резиденцию окружают, надо наступить на горло своей песни и прекратить сокращать койки, а наоборот попытаться открыть новые койки. Я вам честно скажу, что мало было военачальников вообще, которые бы в ходе военных действий могли бы пересматривать собственную стратегию с учетом ошибок. В данном случае это было достигнуто. Каковы же результаты этого блестящего маневра? Вирус практически сосредоточился в одном отдельно стоящем корпусе, который находится от резиденции главного врача на расстоянии приблизительно 300 метров. Я, честно говоря, не измерял. Таким образом, угроза окружения резиденции или административного корпуса, она полностью снята. Вы знаете, что сейчас говорят о том, что врачей надо обязательно награждать. Я полностью это поддерживаю. Но почему-то у нас какие-то все, ну я не знаю, ордена, они все как-то связаны с Крымом. Лука, Крымский Пирогов, в общем-то, тоже крымский. Он прославился, кто не знает, в обороне Севастополя. Ну, я бы, например, все-таки сделал орден за победу над COVID-19. И я думаю, что господин Костюк является одним из претендентов на такой орден. Подводя итоги. Что я советую главным врачам психиатрических больниц повсеместно по всей России? Иметь резервный коечный фонд, а лучше отдельный корпус. Причем этот отдельный корпус должен быть как можно дальше от административного корпуса, чтобы не было угрозы окружения. Ну и при малейшей угрозе для своей резиденции действовать жестко, абсолютно без оглядки на ученых и каких-то малопонятных арендаторов. Спасибо вам за внимание.